Здравствуйте, это программа Актуальное интервью. Я Олег Итанзийский. Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Куга. Это доктор философских наук, профессор Северо-Западного Института Управления, филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России. Александр Иванович, здравствуйте. Добрый день. В Наринмар вы приехали не случайно выявлять участникам круглого стола по развитию межнациональных отношений на территории Ненецкого округа. Что касается нашего субъекта, я думаю, что вы знаете прекрасно, здесь проживает много национальностей, преобладает, конечно же, русские, несмотря на то, что субъект называется Ненецкий округ, Ненцева здесь осталось крайне мало. Тем не менее, живем мы здесь все, в принципе, дружно. Возникает вопрос, какие теоретические и практические аспекты национальных отношений определяют актуальность данной проблемы для современной России? Вы с этим вопросом сегодня выступали. Вот давайте более подробно расскажем телезрителям. Хорошо, спасибо за вопрос. Тема национальных отношений чрезвычайно актуальна. Актуальность этой проблемы была во все времена. Китайский император, к примеру, отправлял своих наследников в школу Лао Цзы и Конфуция. И после обучения он задавал вопрос, какова природа смут и что надо делать для того, чтобы смут не было. То есть межэтнические отношения волновали людей на протяжении всей истории развития социума. Тема эта исключительно важна для России. Актуальность заключается в том, что наше сознание националистично. Националистичность проявляется в том, что мы полагаем, что этнос объективен, не зависит от нас, примордиален, он предзадан нам от рождения. Отсюда, что этнос является критерием моральных поступков. Отсюда поведение человека управляется и зависит не от той системы отношений, в которую попадает человек, а от принадлежности к этносу. Ну вот я приведу вам такой пример, что мой один из приятелей работал в Харькове и как-то поведал мне такую историю. Проходя через турникет, в одной руке он держал ведро с абрикосами, в другой руке ведро с персиками, а сзади идет украинец, это все ест. Он ему задает вопрос, а что ты делаешь? А тот отвечает, а тебе что жалко? Типа жлобство такое. Это намек на то, что все украинцы такие. Попытка навесить ярлык отравленной идентичности на весь этнос, на всю нацию. На самом деле это далеко не так. Индукция в социальном пространстве не работает, поскольку такие, так сказать, жлобы есть в любой культуре. Давайте, чтобы было более понятно телезрителям, вот краткая формулировка, что такое национализм вообще в целом? Национализм в целом может трактоваться по-разному. В словаре «Даля» национализм трактуется как превосходство одного этноса над другим. Отсюда идут, кстати, своеобразные примеры у него. Это русский патриотизм, польский шовинизм. Я думаю, полагаю так, что у поляков бы все было бы наоборот. То есть из этого определения сквозит то, что оно вненаучное определение. Поэтому национализм – это не только превосходство одного этноса над другим. Это политическая идеология, это мобилизационный ресурс, благодаря которому возникали нации. Вы давно уже изучаете данную тематику и знаете очень много вещей. Но вот на ваш взгляд, все-таки, национализм – это зло или мобилизационный ресурс? Так, это мобилизационный ресурс. Это не зло. В том контексте, в котором я говорю, национализм может быть и злом, и может быть… Это мобилизационный ресурс. Но этот ресурс может быть направлен на конфронтацию межэтническую, а может быть, он направлен на построение гражданской нации. Родовым понятием здесь является нация. Нация, само понятие – это сравнительно позднее завоевание европейской цивилизации. В европейские словари понятие «нации» вошло в 1820 году. Это феномен нации связан с модерном, с Великой Французской революцией, сменой легитимности власти. Когда на смену власти короля, вертикальной власти, пришла власть народа, нация. Нация – это инстанция суверенитета. Когда дилетировали короля, королеву, и возникла республика. Республика – это такой способ политической организации общества, при котором сам народ выбирает власть на определенный период времени. Вот что такое национализм. Нация может строиться на разных основаниях. Может она строиться по этническому критерию, когда возникает, когда этнос развивается и доходит в своем развитии до определенного такого периода, когда он нуждается в построении государства. Это этноцентричное государство. И существует и другой вариант. Это формирование гражданской нации. Вначале возникает государство, а потом возникает нация. Это наиболее продуктивный вариант, потому что современные нации полиэтничны. Это плод усилий, длительных усилий, правящей интеллектуальной элиты по переплавке разнородного населения в нацию. Поэтому в нации это политическое явление, это конструкт, не примордиальное, это конструкт. Без усилий нации не бывает. Нация – это такая организация, в которой приоритетным должно быть политико-правовое над этнокультурным. Сейчас уже 21 век, мы продолжаем идти в ногу со временем. Как вы считаете, какой была национальная политика в Российской Федерации, точнее, сейчас, и какой она была в Советском Союзе? Какие отличия? Очевидно, надо вспомнить еще Российскую империю, что российское государство, формирование нации – это длительный период, связанное с принятием православия. В 1988 году Русь приняла православие. Православие – это государственно образующая религия. Существует легенда такова, что Владимир на холмах Киева даже построил пантеон богов языческих, типа Совета Федерации. Но эти боги не могли сплотить разрозненные восточнославянские племена. И поэтому Русь приняла православие, православие послужило тем духовным ферментом, который сплотил вот эти восточнославянские племена. Вначале российское государство развивалось как моноэтничное государство, а потом в процессе своего развития, уже со времен Ивана Калиты, Россия удивляла взор любого иностранца. К нам присоединялись другие народы, которые исповедовали свою веру, свою религию, жили по своим обычаям, по своим правилам. Дом Романовых не вмешивался во внутреннюю жизнь народов, которые входили в Российскую империю. Это, собственно, был мультикультурализм. Взамен на лояльность. Они платили налоги, и когда Россия воевала, то они выделяли свои национальные дружины. К примеру, в России была дикая дивизия, которая состояла из следующих полков. Чеченский, Ингушский, Карачаево-Черкесский, Дагестанские полки. И самого царя охраняли черкесы, поскольку он доверял только им. В советский период, перед революцией, на каждом съезде РСДРП одним из основных вопросов был национальный вопрос. Большевиков очень беспокоило, какую позицию займет элита, этническая элита, потому что при царе им жилось хорошо. Царь их не обижал, они жили по своим правилам. И для того, чтобы элита перешла на сторону революции, был выдвинут лозунг «Царизм – тюрьма народов». На этом лозунге воспитывалось не одно поколение людей. В Советском Союзе те профессора, зрелые доценты, кандидаты, доктора и профессора, которые заходят в аудиторию, они носители как раз вот этих вот стереотипов, что «Царизм – тюрьма народов», и поэтому провозглашено было право национальное самоопределение. Они это право декларировали. И это право было записано в Декларацию прав народов России. Вошло в Первую Конституцию, во Вторую Конституцию. Лишь в последней Конституции право национального самоопределения отсутствует. В последней Конституции. А так это право декларировалось. И по существу в Советском Союзе само государство, сама власть преднамеренно разжигала этноцентризм, этнический национализм. Мы проводили спартакиады народов СССР, у нас произошло огосударствование этносов, у нас появились этносы, которые имеют свои республики, квази-государства, другие имеют автономные края, области, а большинство этнос, этнических групп вообще ничего не имеет. И Советский Союз, кстати, развалился по этому критерию. Мы создали лом-саморазрушитель, так называемый. Есть организация объединенных наций, а у нас Советский Союз, как бы сказать, мини-организация объединенных наций. Вот такая национальная политика проводилась в России. Сегодня, кстати, после развала Советского Союза, Россия унаследовала все прелести, так называемые, вот этой порочной национальной политики. У нас есть республики, есть автономные округа, области, где нам трудно избавиться от того, чтобы они руководствовались законом, чтобы были единые стандарты. Потому что, к примеру, если мы возьмем Северный Кавказ, то мы видим там, вот эти законные кровные миссии никто не устранял. Вот представители Северного Кавказа могут нарушать здесь порядки. У себя они там живут нормально, вот, и соблюдают правопорядок. К девушке не пристанет в Дагестане, либо в Чечне местный житель, поскольку кровники его быстро обезвредят, найдут, он понесет закон и ответственность. А здесь, в мегаполисе, он может этим заниматься. Вот и... Ну, а как вы думаете, почему такая проблема? Вот как ее можно устранить, решить? Да, устранить эту проблему можно следующим образом. Есть различные модели формирования макрополитической идентичности. Может быть, империя, вот об этом говорит сейчас Проханов, его изборский клуб. Проханов написал книгу, сейчас «Пятая империя», но это неосуществимо. Империя, что такое империя? Империя, это метафора империи является Вавилонская башня. Вот она, Вавилонская башня, это библейский сюжет. Почему она не была построена? Потому что Господь смешал языки. Она строилась до тех пор, пока люди говорили на одном языке. Как только люди начали говорить на многих языках, она, кстати, разрушена была. Вот это метафора разрушения всех империй. Империя существует до тех пор, пока она контролирует, пока контролирует она метрополию, контролирует. Контролирует этносы, территории, применительно к современным условиям. Страны, которые входят в эту виртуальную империю. Вот сегодня мы говорим об американской империи, о разрушении её. Почему? Потому что американцы, собственно, они не контролируют империю, называя себя, подразумевая, что это мировая держава. Американцы вносят только хаос. Там, где они появляются, там гражданские войны, разрушение государственной структуры происходит. Вот такая картина наблюдается. Поэтому выход в построении гражданской нации. Гражданская нация. Гражданская нация – это какая нация? Это такая модель. Преимущество её заключается в том, что в гражданской нации действуют единые образовательные стандарты по всей территории. Человек в целом может перемещаться свободно по всей территории государства. Никто его не боится. Из любого субъекта человек переезжает в другой субъект этого государства. И никто его не боится. Циркулирует быстро капитал, где действуют единые правовые нормы, верховенство законов и права, примат конституции, законов, примат политиков правового над этнокультурным. Вот что такое гражданская нация. Поэтому там, где возникает гражданство, в идеале гражданской нации нигде нет. В чистом виде. Я хотел спросить, есть такие страны вообще? Да, в стерильном виде нет гражданских наций. Вот американцы, возьмём, они как бы идут впереди планеты всей. За счёт чего? За счёт того, что они создали стабильные институты. Прежде всего, каким образом национальная политика осуществлялась в Америке? Вот известный эксперимент в Америке проходил такой. В 20-х годах прошлого столетия в одном из городков произошёл праздник. Руководителем этого праздника был директор школы. Накануне этого праздника был построен котёл. Большой такой котёл из фанеры, из картона. К этому котлу подходили две лестницы. И люди собрались на ковриках, как это принято в Америке. Продукты подвезли там. И вот они были участниками этого праздника. Сценарий этого праздника заключался в следующем. Вышли туда представители разных народов, в национальных костюмах. Они там пели, танцевали. А потом оркестр прекратил музыку. Они все по лестнице забрались в этот котёл. Через определённое время, через 30 минут, они вышли из этого котла уже в цивильной одежде. В цилиндрах, в одинаковой одежде, в такой гражданской одежде. Смысл в переплавке. Что они переплавились. Какие бы Америка страна мигрантов. Люди приезжают туда, но они ощущают себя американцами. Но скажу вам, что полной переплавки не произошло. Сегодня, к примеру, гражданская война на Украине. Она разделила, кстати, зачастую делит русских и украинцев. Поскольку русские смотрят каналы украинские телевидения. Русского телевидения украинцы напротив украинского. И поэтому зачастую выключают телефоны друг у друга. Поэтому русские группируются с русскими. И китайцы с китайцами. И французы с французами. Мы наблюдаем такую картину. Только вот если ассимиляция уже в нескольких поколениях. Там человек растворяется. А на первых порах вот такая картина наблюдается. Поэтому метафорой сегодняшней национальной политики, состояния национальных отношений в Америке может служить салатница. Салатница – это различные ингредиенты, покрытые майонезом. Ингредиенты – это этнокультурное, а майонез – это политика правовое. И вот эта политика правовое должно доминировать над этнокультурным. Вот что касается наших соседей сейчас, национализм в современной Украине, в каком он состоянии? И что же все-таки происходит, на ваш взгляд, между нами и нашими соседями? Да, это тяжелый вопрос. Как говорят, Украина и Россия, как две минералки. Одна с газом, другая без газа. Тяжелый вопрос. Дело в том, что, на мой взгляд, что Украина – это очевидность. Украина – это единственная страна, название которой не связано ни с этносом, ни с территорией. Украина. Вот, к примеру, окраиной США является Калифорния, которая на юге начинается в Сан-Диего, вот наверху завершается в Сан-Франциско и в Сакраменто. Но они не называют себя Калифорнией, не называют себя окраиной, называют себя Калифорнией. Штат, ведущий штат в Соединенных Штатах. Здесь окраина. Ее окраиной называла Речь Посполитая, Австро-Венгрия. И наши правители называли ее окраиной. Отправляли Гетьмана туда. Гетьман там был представитель императора, который правил этой территорией. Он был подчинен императору царской России. Сегодня ситуация такова, что экономика находится в плачевном состоянии. Единственным экспортом является русофобия на Украине. Русофобия. По существу мы там наблюдаем этнический экстремизм. Украина строится по этноцентрическому критерию. По критерию принудительной укранизации. Запрет русского языка, борьба с русскоязычной оппозицией. Экстремизм, который проявляется, государственный даже экстремизм на этноцентрической основе, проявляется в эксклюзивной логике. Не инклюзивной, а эксклюзивной. В логике исключения. Ну, приведу такой пример. На вершине горы, где-то вот Западынец находится, Бендеровец, смотрит там вправо-влево. Русский там тоже крадется, не крадется, а подлазит к нему к вершине горы. Говорит, что ты там видишь, дружок? Вот, бевлюсь, бежит и гарно. Смотрю, где жить хорошо. Русский говорит, жить хорошо, где нас нет. А тот вот отвечает, девлюсь, девосклятов, москалив, немая. То есть русский предпосылает логику инклюзивную. Он себя соединяет с украинцем, как одноцелое. Как H2O. Девтушенко, кстати, наш знаменитый поэт, говорил, что вот, хорошую метафору выдал, что русские украинцы и белорусы как H2O. Нельзя их разделить, понимаете. Вот. А украинец — логику исключения. Поэтому экстремизм связан, вот государственный экстремизм, любой экстремизм, межэтнический экстремизм связан с этими границами. Они, прежде всего, прочерчиваются в сознании человека. За что, кстати, крымский вопрос? Я учился в Крыму, окончил Симферопольское училище в советское время. И тогда, кстати, удивлялся, что крымчане все себя считали русскими. Потому что Крым был передан Украине без референдума, незаконно. На день рождения, на юбилей Хрущев своей супруге передал, будучи этническим украинцем. Он считал, что все советское, все пройдет. И тем не менее, даже в тех условиях Крым был передан с особым статусом на правах автономии в составе Украины. А Севастополь — это город федерального значения. Сегодня, поэтому, есть такое понятие в мировой науке, в социологии мировой, в политологии, как эридентизм. Это воссоединение нации. Когда народ и культурно, и политически лоялен своей исторической родине и пытается воссоединиться, то это есть воссоединение. Вот как раз в Крыму произошло воссоединение. Если бы они, кстати, пошли бы на Крым, не только на Донбасс, то они бы там получили очень много всего. Я полагаю, что, возможно, Новороссия была бы освобождена от вот этого украинского радикального национализма. Поскольку там русскоязычное население, в той же Запорожской области люди говорили всегда на русском языке. Он доминировал. Я не беру Одесскую область, это вообще русскоязычный город. Харьковская область. Вот эти города все вот такие. Поэтому вот такая ситуация была бы там. За что людей, кстати, убивают на Донбассе сегодня? За то, что они хотят смотреть каналы русского телевидения. Они желают, чтобы их дети получали образование на русском языке. Поскольку они граничат с Россией, они всегда идентифицировали себя с Россией. Вот они хотят, чтобы... Это труд шахтера очень тяжелый. Они хотят, чтобы то, что они производят, доход от их труда... Значительная часть дохода оставалась в Донецке, в Донбассе в целом. Чтобы они получали адресную помощь от России, минуя кошельки и киевских чиновников. Они хотят выбирать собственную власть. Вот и за это, кстати, их убивают сегодня. За это их убивают. Поэтому важный еще момент такой, что украинцы в русских переходят автоматом. Вот русские в украинцев почти не переходят. Сегодня мы наблюдаем картину, что где-то не менее 80% людей, которые проживают на Украине, мыслят на русском языке. Показательно, что когда вот эта Крымская весна осуществлялась, Черноморский флот переходил на сторону России, окружили не корабль, а Тернополь, российские моряки. И украинцы, экипаж корабля под украинским флагом заявил о том, что русские не сдаются. Русские не сдаются ни много ни мало, так? Порошенко вот после этого вояжа украинских кораблей выступил на украинском телевидении с обращением перед украинским народом и начал с того, а где флаг? Флага нет. Не прапор, а флаг. А потом, дорогие громадяне, начал с того, понимаете. Он, сам Порошенко, известно, что в сетях он со своими родственниками говорит на русском языке. И вообще украинская элита говорит на русском языке. Она украинский использует в качестве инструмента для достижения власти. Язык нужен, но мы видим, что русский язык, русская культура как доминировала, так и доминирует. Поскольку, очевидно, лучшие украинцы, кстати, писали на русском языке. Сам Тарас Шевченко, под существу всю прозу, написал на русском языке. И когда был здесь у нас, он был талантливый человек, но он понял, что здесь такие конкуренты, что он здесь проявить себя не может в полный рост. И поэтому поехал на Украину, и там начал, кстати, воспевать национализм. И сегодня он является рупором этого национализма. Гоголь, Бердяев. Я могу назвать очень многих людей. Это этнические украинцы, которые писали на русском языке. Ну, давайте теперь вернемся в Россию. Вот на ваш взгляд, какие основные направления национальной политики в нашей Российской Федерации сегодня? Ну, направления, я, собственно, об этом уже несколько говорил, что это формирование гражданской нации. Ну, я прибегну к такой аналогии. Вот Голливуд не только, кстати, Америку создавал, а он экранизировал фрагменты истории. Ну, не всю историю, а различные фрагменты истории. Касаясь вашего вопроса, вот нашего разговора, есть у него такой сюжет, как англичане, относительно того, как англичане колонизировали Индию. Английские фрегаты подходят к индийским берегам, выбегают гордомарины и водружают флаг Британской империи. Окружают индусы и говорят, вы что за тряпку привезли? У нас есть свой король, вот, миллионные люди, там более миллиарда в джунглях находятся, а вы тряпку такую привезли. А те задают вопрос, а флаг у вас есть? Флага нет. Но флаг, но кантри. Нет флага, нет страны. Поэтому сегодня будущее каково? Формирование гражданской нации. А для этого человек должен обладать многими идентичностями. К примеру, он Лизгин. Это первая идентичность. Дагестанец, вторая. Представитель Северного Кавказа. Третья. Кавказа вообще-то четвертая. Но главное, что он кто? Главное, что он россиянин. Это главная идентичность. Он представитель гражданской нации. И когда проходят Олимпийские игры, на помосте стоят борцы Северного Кавказа, и которые выиграют по борьбе вот эти титулы, золотые медали, то мы гордимся этими людьми, и они гордятся. Когда Хабиб душил Конора, то вся страна болела за Хабиба. Это очевидно. Вот так создается, кстати, гражданская нация. Некоторые считают, что здесь ущемление русских. Ущемление русских. Что у нас нация русская. Кстати, сегодня об этом на круглом столе мне говорили. На самом деле это далеко не так. В слове «российский» присутствует и русский язык. Русский народ, кстати, русская православная церковь присутствует так. Тоже. Но обратимся к аналогиям. Испания. В Испании три ключевых этноса. Это кастильцы, каталонцы и баски. Но мы не называем кастильи, хотя Каталония пытается провести референдум и так далее. Но тем не менее, они называются Испанией по культуре своей, по языку. В Китае самый большой этнос – это ханьцы. Их более 800 миллионов. Они не называют себя ханьцем, а называют себя Китаем. Поэтому здесь никаких проблем не должно быть. У нас, безусловно, российская нация. Российская гражданская нация. В условии «российское» охватываются различные вероисповедания, различные этносы, которые входят в состав российской нации. Ну и вопрос последний – патриотизм как форма социокультуры и гражданской идентификации. Да, это тоже очень существенный вопрос – патриотизм. Дело в том, что сегодня Россия находится в жестких тисках санкций, но не только опасность в этих санкциях проявляется. Опасность проявляется в том, что дезавуируется национальное самосознание, само понятие патриотизма. Патриотизм в данном контексте имеет много значений, но в данном контексте можно говорить о малой и большой родине. Малая родина. И вот Нарьян Марк, где человек родился, его улица, его школа, его друзья. Вот природный ландшафт, олени как символ вообще этого края. Кстати, есть опыт Ленинградской области. Они первокласснику, каждый первоклассник, который идет в школу, получает карту. Карта называется «Достопримечательности Ленинградской области». Там основные в самом деле достопримечательности представлены герои, культурные герои, политические деятели, полезные ископаемые, природный ландшафт, животные, которые обитают в этом крае. Малая родина – очень важная вещь. Но существует и большая родина, это государственно-гражданский патриотизм. Если любовь к малой родине, ну как бы он впитывается спонтанно, а вот и в процессе социализации, хотя тоже его необходимо конструировать, сохранять, то любовь к большой родине, государственно-гражданский патриотизм – это плод усилий интеллектуальной элиты, правящей элиты по сохранению вот этого патриотизма. Это любовь к государству, к его символам, к его флагу, к гербу, к его культуре. К культуре. К примеру, на Западе как-то наш монумент мужества Брестской крепости начали называть уродством. Вы представляете, какой это удар по нашему национальному осознанию. Поэтому патриотизм – это не столько научное понятие, и вообще не научное понятие. Его образует мифология, его образует мифос, эпос, он героичен сам по себе, и логос. Это вот три такие составляющие. Важнейший фактор – это мифология. Существуют мифы эзотерические и экзотерические. Экзотерические мифы, которые обращены вовне. Вот экзотерический миф – это, что Россия является преемницей Российской империи и Советского Союза в геополитике. Поэтому наша помощь, Сирия, мы не могли не помогать, потому что мы стоим на плечах, кстати, Советского Союза. Многие военачальники, политические деятели на Ближнем Востоке знают русский язык, окончили высшие учебные заведения, военные учебные заведения. Поэтому мы не можем, кстати… Россию там воспринимают гораздо лучше, чем Соединенные Штаты. Россия всегда была стратегическим партнером для вот этих вот арабских стран. И существуют мифы, которые обращены вовнутрь. Это эзотерические мифы. Возьмём канал «Звезда». По каналу «Звезда» 24 часа тиражирует мощь нашего оружия. Наши сушки что не разгрызть? Наш тополь не на пруду. Так, белый лебедь. Белый лебедь не на пруду, тополь не срубить. Наши сушки не разгрызть. Сармат вернёт американцев в реальность, как последнее наше достижение в области ракетно-ядерных технологий военных. Поэтому мифы для нас, к примеру, не менее важны, чем полезные ископаемые. Если мы позволим разрушать нашу мифологию, к примеру, наше святое отношение к победе в Великой Отечественной войне, то от нас ничего не останется. И сегодня, к примеру, одна нация говорит другой, мы вас уничтожим, вам больно не будет. Всё там будет. И Красная площадь будет, и будет монумент с защитником Родины. Вот этот вот, к примеру, в Санкт-Петербурге, когда выезжаешь из аэропорта. Александр Леонидович, у нас заканчивается время буквально ещё 15 секунд. Ну, это для вас не будет иметь никакого смысла. Да. Ну, спасибо в таком случае за ответы. Всего доброго. Спасибо огромное. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова